Демилитаризация России активно идет не только на земле, но и в воздухе. С начала полномасштабного вторжения украинская армия ведет успешную борьбу с оккупантами в небе над Украиной. А 13 мая самолета и вертолета ПАД впервые обрушился и на Россию. При попытке авиаатаки агрессора на Украину еще на территории Брянской области практически одновременно были сбиты два российских вертолета Ми-8 и два истребителя Су-34 и модернизированный Су-35С. Многие местные жители засняли падение на видео, именно так эта новость разлетелась по интернету. Примечательно, что не только кремлевские пропагандисты, но и российские так называемые военкоры полностью проигнорировали происшествия. Также ни от Минобороны РЭП, ни от местных экстренных служб не поступило ни одного разъяснения или даже крошечной заметки по поводу происхождения многочисленных обломков летательных аппаратов в приграничной с Украиной Брянской области. И только губернатор Александр Богомас на фоне многочисленных фото и видео падения воздушных машин, снятых на телефоны местными жителями, был вынужден скрипя сердцем признать крушение одного вертолета и сухо сообщил о жертвах. Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший – женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы. На этом комментарии местных властей Брянской области закончились. А ведь это первый случай с начала полномасштабной войны, когда российские военные самолеты и вертолеты были сбиты на территории самой РФ. Эксперты подчеркивают, сбитая техника была ценной для российской армии. Это были вертолеты Ми-8, ориентированные модификацией именно на радиоэлектронную борьбу. Они, по всей видимости, явно не осуществляли какую-то спасательную операцию, а осуществляли функцию сопровождения. Сопровождение кого? Сопровождение, вероятнее всего, именно Су-34 фронтового бомбардировщика, который является в основном носителем бомб, а уже во вторую очередь носителем ракетного вооружения. И, соответственно, Су-35, который является многофункциональным истребителем, в первую очередь осуществляющим поддержку посредством ракетного вооружения и только уже во вторую очередь может при определенных условиях выполнять функции бомбардировщика, то есть скидывать бомбы. Вертолеты Ми-8 – многофункциональное транспортное средство. Их задействуют как для эвакуации раненых, так и как средство радиолокационной борьбы. А Су-34 – это бомбардировщик, который российская пропаганда в свое время описывала как высокоточный. Впрочем, после его применения в Сирии и Грузии стало очевидно, что о высокой точности российской сушки речи быть не может. Тогда россияне стали начинять его не высокоточными, а запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами. При вторжении в Украину на Су-34 российская армия также использовала кассетные фугасные бомбы. Истребитель Су-35С обеспечивает прикрытие. Эта группа летательных аппаратов представляла собой ударную группу для нанесения ударов по территории Украины планирующими бомбами. Су-34 являлся основным носителем. Су-35 являлся его огневой поддержкой, прикрытием на случай, если Су-34 может быть атакован авиацией со стороны Украины. Либо же некими наземными группами у границы с Украиной, чтобы его прикрывать уже ракетным вооружением класса воздух-поверхность. Ну а собственно Ми-8 с установками РЭП должны были осуществлять подавление фиксации этих летательных аппаратов со стороны нашими средствами их определения, там РЛС и так далее. То есть они вводят помехи, чтобы эти самолеты были незаметны для нанесения ударов, ну например, неким средством противовоздушной обороны и тому подобного. Ударная авиагруппа направлялась в Украину явно не с мирными целями. По траектории их движения эксперты предполагают, что целью была Черниговская область Украины. Это очень далеко от линии разграничения. Значит целями российского провалившегося авиаудара должны были в который раз стать мирные жители их дома. Это была полноценная ударная авиационная группа для нанесения ударов по территории Украины планирующими бомбами с дальностью поражения от 30 до 50 километров в зависимости от высоты, с которой сбрасывается эта бомба. И если говорить об ударах по центрам принятия решений, скорее всего нет. С учетом размещения их в близости определенного участка границы с Украиной это были удары вероятнее всего именно по участкам населенным гражданским населением. То есть это один из тех элементов террора, который российские оккупанты проводят в последнее время посредством планирующих бомб вдоль границы. Но российская ударная авиагруппа, которая направлялась атаковать Чернигов, продержалась в воздухе всего несколько минут. Вероятнее всего оккупанты нарвались на украинскую ракетную засаду, говорят эксперты. Когда самолеты совершают взлет с взлетно-посадочной полосы, они уже фиксируются фактически как нашими средствами, которые находятся в радиусе охвата, в том числе и нашими партнерами, которые также проводят постоянную круглосуточную аэроразведку в доступном им воздушном пространстве. То есть даже когда взлетает стратегический бомбардировщик, например, Ту-95МС где-то за 5 или 6 тысяч километров от границы с Украиной, об этом мы узнаем, потому что это все фиксируется. Мы живем в современном мире, где на нынешнем уровне информационном что-либо незаметно сделать просто невозможно. Поэтому все эти движения, они известны. И когда поднимается в воздух такая группа летательных аппаратов, сразу же возникают следующие выводы. Это ударная группа. И не исключено, что в момент их поднятия воздух уже была подготовлена соответствующая, ну, назовем так, соответствующие средства для их перехвата либо подавления. Впрочем, у путинского повара Евгения Пригожина на этот счет возникла своя альтернативная версия. Якобы самолеты были сбиты российским же ПВО. Четыре самолета. Если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром, а все они лежат ровно по кругу. 40 километров. То есть радиус круга 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга. И дальше выстроите сами свои версии. Я не в курсе, я занимаюсь Бахмутом. Занимается Бахмутом Пригожин так же безуспешно, как и строит из себя военного эксперта. Ведь любой военный знает, что в системе ПВО есть подсистема свой-чужой. А значит, система не может сбить самолет, на котором работает ответчик в определенном режиме. И тем более одновременно ликвидировать свою группу из четырех бортов. Уничтожать российскую авиацию целыми группами украинцы начали еще 24 февраля 2022 года, когда при неудачной попытке высадить вражеский десант в Гастомеле Киевской области были уничтожены сразу семь военных российских самолетов. Недавняя же авиафиаско в Брянской области нанесло удар не только по Росармии, но и по российской пропаганде. Сбитый Су-34 пиарили в Останкинских телестудиях несколько лет подряд. Впрочем, то, что разрекламированный Кремлем истребитель не такой эффективный и маневренный, россияне могли заметить и раньше. Так, 21 апреля Су-34 пытался запустить по Украине очередную бомбу, однако запустил ее по российскому Белгороду. Российские власти вынужденно признали наличие двух раненых среди местного населения, но объяснили это в своей привычной манере, то есть соврали, якобы произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса. Другой Су-34 натворил бед в Ейске. 17 октября 2022 года истребитель врезался в жилой дом и взорвался. Официально власти сообщили о 15 погибших, хотя, вероятно, настоящая цифра в разы больше. То, что целая ударная авиагруппа была сбита на территории России, говорит еще о том, что воздушное пространство Украины становится все более недоступным для российских налетчиков, подчеркивают эксперты. И теперь российскому командованию стоит 10 раз подумать, прежде чем отправлять свои истребители в небо над Украиной, если, конечно, они хотят сохранить хотя бы пару экземпляров для музеев поражения. С учетом нынешней интенсивности боевых действий и, что очень важно, с учетом того, что эти летательные аппараты находились в воздушном пространстве Российской Федерации, это можно назвать на сегодняшний день, да, действительно уникальным случаем. Именно благодаря только тому, что они были уничтожены в воздушном пространстве России. Как мы видим, эти инциденты случились в примерно 50 и 70 километрах от границы с Украиной. То есть, по сути, это довольно-таки серьезное одоление, и они при этом не смогли друг с другом прийти в какое-то определенное сближение, чтобы это была общая какая-то в определенном радиусе группа, группа прикрытия, группа ударная, группа радиоэлектронной борьбы. Поэтому очевидно, что это был удар на предупреждение. К тому же уничтожение ударной авиагруппы влетело российской казне в копеечку. Приблизительная стоимость одного Су-34 около 40 миллионов долларов. Первая такая модель взлетела в небо в 1990-м, но его серийное производство Россия наладила только в 2014-м. Как оказалось, ненадолго. Ведь за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже не менее 20 модифицированных истребителей. Что же касается сбитого Су-35С, то он стоит почти 105 миллионов долларов. Если судить по экспортному контракту с Китаем. А вот восстановить ущерб почти невозможно, ведь иностранные комплектующие недоступны российскому военпрому из-за западных санкций. А запчастей, завезенных в Россию по теневым схемам, хватит на производство всего нескольких самолетов такого класса в год, подчеркивают эксперты. Су-34 и Су-35 это, пожалуй, самая болезненная, такая рана, самый болезненный удар по российской авиации. Почему? Потому что, во-первых, это очень дорогие самолеты. В зависимости от модификации их стоимость стартует с 40 миллионов. Чем выше модификации, чем более модернизированный самолет, тем, соответственно, более дорогая стоимость. Модернизация вся осуществлялась преимущественно за счет установки иностранных компонентов, которые сейчас у них доступа попросту нет. Следовательно, они могут производить базовые версии. Базовые версии, они по характеристикам значительно хуже, конечно же. Единственное, что такое у них может быть возможность получения каким-либо образом контрабанных тех или иных запчастей, оборудования. Но, опять-таки, это не микросхема, это сложнее, но тут сложно ответить на этот вопрос. Но главное, это то, что данные самолеты не могут производить в большом количестве за какие-то максимально короткие сроки. Например, если Соединенные Штаты могут производить F-35 в год в количестве 130-140 единиц серийное производство, то Россия может в год производить Су-35, ну, где-то 4-6 самолетов от силы. Вот, это их потенциал. Аналогично нагрузка и на Су-34. Именно поэтому в 2022 году по количеству уничтоженных Су-34 мы практически полностью нивелировали несколько лет их поставок в войска. И этот процесс восстановления, он, конечно же, займет года. Безусловно, если не будут сняты санкции, качество будет совсем другое, более худшие характеристики, практически базовые модели. И это еще и, помимо всего прочего, репутационный серьезный удар, то есть это потеря в воздушном пространстве в своем собственном, это, ну, мягко говоря, это очень, мягко говоря, позор. Качество новых российских Су можно себе только представить. Модернизированные Сушки и те терпели регулярные жесткие посадки над головами россиян. То из-за возгорания двигателя, то из-за других неисправностей. Ну а базовые модели, вероятно, будут сыпаться прямо на аэродромах, если их вообще удастся произвести с тем жалким набором технических средств, который сейчас доступен России. Российские танки уже в дефиците настолько, что приходится расконсервировать первые советские экземпляры. Вроде того несчастья, которое чудом не заглохло на параде Победобесия 9 мая 2023 на Красной площади. А вот кто решится лететь на каком-нибудь древнем советском истребителе, если другой авиации не останется, это вопрос. Российская Федерация имела по многим показателям тайтальное превосходство над Украиной. По танкам там превосходство было, если я не ошибаюсь, вообще почти в пять раз. По ББМ это было почти в семь раз превосходство. По авиации и то больше, почти в восемь раз. Россия имела колоссальный потенциал технического порядка в войне против Украины. И она всего за год, например, полностью истратила свой танковый потенциал. Она его обнулила. Она сейчас работает и функционирует исключительно за счет расконсервации и еще раз расконсервации старых советских заделов. Если говорить про авиацию, то фактически ситуация та же самая. Они 27 февраля 2022 года устами Коношенкова заявили о том, что в Украине полностью уничтожено ПВО и полностью уничтожены воздушные силы ВСУ. При этом мы видим результативность. Даже после этого заявления российские самолеты продолжили падать и в какой-то момент вообще перестали заходить в воздушное пространство свободной части Украины, неоккупированной части Украины, понимая, что для них это суицидальная миссия. Мы смогли адаптироваться к условиям противостояния значительно превосходящего по количеству противника и более рационально и эффективно использовать не только те средства, которые у нас были значительно ограничены, но при этом и явно отличались профессионализмом использования этих средств. В результате мы имеем следующую ситуацию. А Россия по состоянию на середину мая 2023 года попросту фактически демилитаризирована. У нее не осталось сухопутных наземных современных высокотехнологичных средств, а ее авиация начинает уже бояться даже летать в ее воздушном пространстве. Полномасштабное вторжение в украинское небо уже сократило российскую авиацию на более чем 300 самолетов и почти столько же вертолетов. И это Украина еще даже не начинала.